Автопарк обновляется, но водителей не хватает. Бакаджан Сагентаев провел завещание по развитию городского транспорта. Инцидент на Харгосе. Разгромивших и разграбивших склады привлекли к ответственности. Заложники турецкой компании. Полетевшая на лечение в Анкару казахстанская семья задолжала более 100 тысяч долларов. Нашему сыну стало резко плохо. То есть обнаружили вирус в легких. И обо всем по порядку. Акция здоровья началась в Алматы. Медосмотр сегодня прошли жители микрорайона Нуршашхан Турсиксово района. Пациентов принимали сразу в трех передвижных комплексах. Сотни людей прямо у дома смогли сделать рентген, сдать анализы и получить необходимую консультацию врачей. Можно никуда не ехать. Здесь пройти флюорографию, терапевта, также сдать на сахар, на холестерин. Все удобства предоставлены. Очереди нет. Мы очень благодарны. Спасибо большое. Флюорографию прошли, потом терапевта сдала кровь на сахар. Ну, в общем, почти все прошло. Жулдузи 20-я поликлиника. Брали направление, ездили туда. А теперь вот так хорошо нам повезло просто. Нам ехать уже тяжело как-то. Сердце проверить. Сердце. Там легкие. Все проверить. Хирурга. В мобильных комплексах есть необходимое оборудование, в том числе аппараты для обследования и диагностики органов. Прием ведут несколько врачей. В случае надобности предоставляют всю интересующую людей информацию. Задействовано около 50 врачей разных специальностей. Ну, в первую очередь, это наиболее востребованы врачи общей практики, педиатры, кардиологи, гинекологи, стоматологи. Также на этих передвижных медицинских комплексах имеют возможность пройти все первичные необходимые анализы. То есть измерить свое давление, артериальное давление, определить уровень сахара в крови, ну и в целом общий анализ крови. В Алматы острый дефицит водителей пассажирского транспорта. Автопаркам срочно необходимы квалифицированные кадры. В городе уже решено внести изменения в систему среднетехнического образования. Об этом сегодня заявил Бакаджан Сагентаев. Аким провел совещание по развитию пассажирского транспорта и обозначил приоритеты. Эльза Токчурин продолжит. Число жителей, предпочитающих личному авто, городской и общественный транспорт растет с каждым годом. Только в будни на автобусах передвигаются более миллиона пассажиров. Поэтому и качество перевозок должно быть на высоком уровне. Об этом сегодня Бакаджан Сагентаев говорил на встрече с руководителями управлений. По словам Акима, до конца года планируется закупить еще 416 длинномеров. Тем самым автопарки будут обновлены на 100%. Но существует еще проблема – нехватка водителей. Одна из причин – условия труда. Сейчас в автобусных парках работают более 3000 водителей. 75% из них не имеют жилья. Большинство из них приехали из регионов. Есть водители, которые спят прямо в общественном транспорте. Это основная проблема. Например, в день они трудятся по 16-18 часов. Работают по два дня, потом меняются. Вот ты сам говоришь, что они спят в автобусах. Это же кошмар. Как мы можем человека, который спал в автобусе, потом еще за руль садить? Где такое видано? Это наш Алматы Электротранс или другие автопарки? Ситуацию Аким поручил исправить в недельный срок и начать с элементарного. Создать условия для всех водителей, ведь они ежедневно перевозят миллионы людей. Согласно закону, водительские права могут получить лица, достигшие 25 лет, имеющие стаж работы водителем не менее 5 лет. Для того, чтобы перейти на большой автобус, он должен 3 года отработать на маленьком автобусе, который сидящие места не превышает 28 мест. Системно заниматься. С учетом потребностей отрасли, управления образованием, вместе должны отрабатывать. Если у нас нехватка водителей, значит, это говорит о чем? Что мы их не готовим. На совещании зашла речь и о загородных перевозках. Ежедневно между областью и городом курсирует 600 автобусов. Качество перевозок оставляет желать лучшего. Транспорт давно устарел, платежная система ОНАЙ не внедрена. Отсюда и непрозрачность доходов. Одно из предложений – выделить субсидии для обновления автопарков. В планах обновить электрические линии, чтобы городские троллейбусы ездили быстрее и безопаснее. На сегодня 60% этого вида транспорта устарело, поэтому нередко троллейбусы ломаются прямо на дорогах. На сегодняшний день вы выделили, с вашей поддержкой выделено 300 миллионов тенгенов модернизации троллейбусных линий. Мы в этом году начнем работы по улице Тимирязева. Говорили и о дальнейшем развитии метрополитена. Сейчас подземка способна в день принимать 46 тысяч пассажиров. А с появлением еще двух станций до стыки с РРК число пассажиропотока возрастет до 86 тысяч в день. Будет увеличено количество вагонов и ожидается строительство станции «Калкоман». Аким поручил поработать над этими вопросами и приступить к поиску финансов. Возьмутся в городе из-за улучшения транспортной инфраструктуры. Составлен список потенциальных улиц, нуждающихся в ремонте. Иззад Акчурина и Данами Рамбай, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы. Интерактивную карту благоустройства дворов разработают в Алматы. В ней можно будет найти подробную информацию о ремонте дворовой территории, когда появится освещение и в какие сроки. Соответствующее поручение дал Акиму города. На совещании также обсудили вопросы деятельности КСК. От жильцов поступает много жалоб на их работу. В связи с этим Аким поручил систематизировать и улучшить работу кооперативов, поддержать лучшие из них и распространить успешный опыт на другие КСК. На встрече также подняли тему обеспечения жильем. В городе сейчас 24 тысячи очередников, около 2000 из них – многодетные семьи, почти столько же сирот и 11 тысяч человек из социально уязвимых групп. Для них реализуется ряд жилищных программ. В этом году планируется распределить 2500 квартир. Сегодня стали известны имена обладателей образовательных грантов. Список появился на страницах газеты и на официальном сайте Министерства образования. Последние месяцы выбором кандидатов занималась специальная комиссия. В ее состав вошли представители госорганов, нацпалаты, предприниматели, ассоциации высших учебных заведений, общественных объединений и педагоги. Ранее в Минобразовании заявляли, что выделили более 50 тысяч грантов. Почти половину из них отдали на инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли и IT-специальности. Дополнительно по поручению президента Республики Казахстан было выделено 5000 грантов. Они будут присуждаться с 5 по 15 августа местными исполнительными органами. Те, кто не получил гранты по общему республиканскому конкурсу, теперь будут иметь возможность участвовать в этом дополнительном конкурсе. Это не входит в 53 875 грантов. Все 15 лет проведения ЕНТ в стране не утихают споры, начиная от формата тестирования, заканчивая вопросами, которые порой некорректные. Но самые горячие деваты проходят на фундаментальную тему. Является ли единое национальное тестирование справедливым и точным мерилом обучения? Собственно, именно об этом мне бы хотелось расспросить вас, уважаемые телезрители. Итак, отражает ли ЕНТ реальный уровень знаний? Так звучит вопрос дням. Поделиться своим мнением вы можете с помощью мессенджера WhatsApp. Номер нашей редакции сейчас на экране. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Итоги опроса подведем в завершении новостей. Пятерых участников разграбления склада на Харгосе привлекли к ответственности. Накануне разъяренная толпа людей силой снесла забор и за считанные секунды обчистила складское помещение. Причем, судя по любительским кадрам, с места инцидента в толпе были и дети. В департаменте полиции сообщили, что конфликт урегулирован. Полицейскими и работниками прокуратуры, прибывшими на место происшествия, проведена разъяснительная работа и ситуация была урегулирована. Действием участников дана правовая оценка. Пятеро участников, повредивших складской забор, уже привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Во время инцидента никто из работников НЦПС и таможенников не пострадал. Изменения правил провоза багажа сегодня объяснили в Эйрастане. Как сообщалось, 7 августа пассажирам придется доплачивать за второй чемодан. Если раньше в эконом-класс можно было взять две сумки общим весом 23 килограмма, то теперь весь карп нужно уместить в одну. За второй саквояж вне зависимости от общего веса багажа потребуется доплату. А летающим бизнес-классам разрешается перевозить до 32 килограмм. Так, для чего же весовая система переводится на штучную? Более быстрое оформление багажа и, что очень важно, также упрощение процесса поиска утерянного багажа. В рамках этой программы мы внедряем новый продукт, который позволяет нашим пассажирам приобретать дополнительное место багажа к бесплатной норме с 30-процентной скидкой за 24 часа до вылета. Пользователи соцсетей продолжают обсуждать новшества от авиаперевозчиков. Штыки эту меру восприняли пассажиры, заранее приобретавшие билеты, ведь теперь им придется доплачивать за дополнительный багаж. Заложники турецкой клиники стали казахстанцы вот уже 7 месяцев. Девятилетний Магомед Магомадов вместе с мамой находится в Анкаре. У мальчика рак крови. В частном медучреждении пациенту выставили счет 110 тысяч долларов. Сейчас семья пытается собрать необходимую сумму. Расставание с родными затянулось из-за долгов. Лечение от лейкоза в частной турецкой клинике семья Магомеда Магомадова оплатить не в силах. Врачи выставили счет на 110 тысяч долларов. По словам отца ребенка, год назад им помогло государство. По квоте они получили 95 тысяч долларов. Пролечились и вернулись обратно в Казахстан. Но дома мальчику стало плохо. Пришлось снова паковать чемоданы. Мы поехали вновь туда на обследование, в Турцию. То есть не на лечение, а на обследование. Нашему сыну стало резко плохо. То есть обнаружили вирус в легких. В связи с чем его поместили в реанимацию. И стал вопрос о срочном лечении. Ну и естественно мы дали согласие в устном виде. Бумаг никаких мы ничто не подписывали. После вмешательства наших дипломатов удалось снизить сумму долга до 65 тысяч долларов. А некие договоры по данным МИДа Руслан Магомадов все же подписывал. Документы касаются поэтапной выплаты счета. Помочь Магомадовым не в силах и Минздрав. В ведомстве напомнили, что уже выделяли квоту. Оплатить очередной курс лечения мальчика там не могут. По закону. У нас есть правила, которые установлены Министерством здравоохранения касательно претендентов на квоты. Так вот, эти правила не распространяются на тех, кто самостоятельно едет лечиться в иностранную клинику. Поэтому мы не можем помочь оплатить лечение мальчика. Потому что они сами уехали на лечение. Средств в бюджете не предусмотрено. По информации Минздрава, сейчас за рубежом лечатся 80 казахстанцев. На это выделено полтора миллиарда тенге. А вот деньги на исцеление Магомеда его родителям, похоже, придется искать самим. Помочь в сборе может любой неравнодушный. Реквизиты указаны на экране. Ильза Тахчурин, Салтанат Насанбекова, Нурлан Уцигенов, Телеканал Алматы. Отражает ли ЕНТ реальный уровень знаний школьников? Так звучит вопрос, который ранее я адресовал вам, уважаемые телезрители. Сегодня Министерство образования обнародовало список грантов. Те, кто остался за бортом бесплатного образования, да и обладателей счастливых путевок, родители, сами учителя до сих пор спорят на тему объективности единого национального тестирования. Предлагаю и вам принять участие в этой дискуссии. Ответы по-прежнему принимаются на номер редакции WhatsApp. До окончания опроса осталось несколько минут. После, как обычно, подведем итоги. Дети из многодетных и малообеспеченных семей сегодня получили помощь в рамках акции «Дорога в школу». Только в Ауэзовском районе Алматы рюкзаки, форму и концтовары вручили 36 ребятам. Подготовить мальчишек и девчонок к новому учебному году решили меценаты. До сентября планируется подарить около тысячи подобных комплектов. Родители поблагодарили организаторов за поддержку и заявили, что инициатива очень своевременная. Школьная форма, спортивные формы, обуви, например, зимние, осенние все, принадлежности школьные, концтовары всякие. Но бывает, что и книжки покупаем иногда. Но на все это уходит на 200 тысяч. Ну, примерно. Это минимум. Сегодня первая акция моей коллеги, а также весь район будет участвовать в данной акции. И постараемся охватить всех детей, у которых нет возможности, и помочь им. Более 8 километров водопровода и канализации за три года проложили в Алатавском районе Алматы. Об этом в прямом эфире программы «Акимат Лайв» заявил Шахмирдин Рыспаев. При этом Аким признался, что практически в каждом микрорайоне есть проблема с питьевой водой. Но данный вопрос на контроле местных властей и скоро будет решен. Немало обращений в прямом эфире поступило и от жителей микрорайона ОЖЕД. Люди жалуются на отсутствие дорог и освещения. Неделю один раз практически в ОЖЕД обхожу. Есть у нас председатель комитета самоуправления. И мы тоже отслеживаем социальные сети, где самое большое количество жителей жалуются на качество работы. Мы совместно и в случае обнаружения таких фактов мы привлекаем к административной ответственности. А уже следующим гостем программы «Акимат Лайв» станет руководитель управления здравоохранения Канад Тусикбаев во вторник программы «Акимат Лайв». Самые высокооплачиваемые в Казахстане финансисты и страховщики. По данным комитета по статистике в месяц они зарабатывают 458 тысяч тенге. Данные, напоминая, официальные и касаются номинальной заработной платы. Далее по отраслям идут представители горнодобывающей промышленности, научная и техническая деятельность, сферы информации и связи, а также строительство. Напротив, самый низкий уровень зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – почти 113 тысяч тенге. Теперь предлагаю пробежаться по регионам. Лидер по оплате труда Мангуставская область там зарабатывает в среднем 325 тысяч тенге. Другой нефтяной регион также не скупится. Затем идут в мегаполисы столицы и Алматы и замыкают пятерку ущедрых. Западно-казахстанская область меньше всего платят в Джамбулской области 126 тысяч тенге. И к событиям в мире. Панихида в память о мальчике, погибшем от рук беженца, прошла в Германии. Мужчина столкнул ребенка под движущийся поезд. А в Бразилии в последний путь провожают сразу 57 человек. Это жертвы массовой перестрелки. Виновников трагедии сейчас разыскивает местная полиция. Несколько сотен людей несут цветы на центральный вокзал к месту гибели мальчика в немецком городе Франкфурт. Ребенка под поезд столкнул беженец из Африканской республики Эритреи. Случай шокировал всю Германию. Сумасшедшие есть везде, и политики не могут изменить это. Что можно сделать с людьми, у которых едет крыша и не все в порядке с головой? Я не вижу способов это остановить. Такое снова где-то случится. По данным полиции, мужчина сначала попытался столкнуть на рельсы маму мальчика, но она смогла увернуться. Затем он скинул самого ребенка и 78-летнюю женщину. Она упала на платформу и чудом осталась жива. «По-моему, абсолютно без разницы, откуда этот человек. Важнее то, чтобы люди выходили на улицы и заявляли, что не потерпят насилие. В мире много проблем, а мы все думаем только о климате и все силы отдаем защите климата. По-моему, нужно подумать о том, чем мы, люди, можем помочь друг другу, что можем сделать для психического оздоровления людей, чтобы вещи не выходили из-под контроля». Злоумышленник хотел скрыться, но ему помешали люди на платформе. В итоге его задержала полиция. В крови мужчины обнаружили следы кокаина. Подозреваемый оказался 40-летним жителем соседней Швейцарии. Из прошлой недели находился в розыске за домашнее насилие. «Нам ничто не указывало на то, что этот человек собирается за границу, что у него есть какие-то связи с другими странами, в частности с Германией. Поэтому мы и не отправляли предупреждение в шенгенскую зону». У подозреваемого эритрийца трое детей. Он приехал в Швейцарию в 2006-м. Два года спустя получил статус беженца и, по данным полиции, хорошо интегрировался в общество. Причина его преступных действий пока неизвестна. «Я узнала брата по телевизору, когда увидела его лежащим на земле. Также по аудио и видео на телефоне. Я узнала его голову и тело». Перестрелка в бразильской тюрьме закончилась гибелью 57 человек. 16 из них были обезглавлены. Конфликт по данным властей произошёл между двумя враждующими бандами. Большинство погибших – с пулевыми ранениями. Также в заложники взяли двоих охранников. Позже их отпустили. «У меня есть вопросы по поводу того, как мой пасынок был убит. Куда смотрят власти? Что могут поделать семьи?» Убитые горем родственники продолжают приезжать к стенам исправительного учреждения. В Министерстве юстиции Бразилии заявили, что пытаются установить виновных в насилии. Лидеров группировок уже переместили в другие тюрьмы. «Идея в том, чтобы в уникальные живописные места принести балет и танец мирового класса. Поместить их в обеденном зале, подобном этому». Десятый по счёту балет под звёздами прошёл в фамильном английском доме в сердце Уилтшира. В необычном концерте участвуют танцоры Королевского балета Великобритании, Мариинского театра и берлинского коллектива «Штацбалет». Многие артисты приезжают сюда уже несколько лет подряд. «Мне очень приятно танцевать под открытым небом, потому что чувствуешь окружение природы и воздуха. Атмосфера движения и музыка становятся ещё более особенными». Перед концертом гостей встречают балерины в нарядах волшебных нимф. Зрители насладятся несколькими выступлениями, а в антрактах им подают ужин из трёх блюд. Пришло время подвести итоги нашего опроса. Напомню, в начале выпуска я спрашивал, отражает ли ЕНТ реальный уровень знаний школьников. К данной минуте мы получили 64 ответа, только 19 из которых положительные. То есть абсолютно большинство наших респондентов сомневается в объективности тестирования. Результаты опроса тревожные, но завершить выпуск мне всё же хочется на позитивной ноте. Даже познавательный подводный музей открылся в Иордании. Полюбоваться военными экспонатами, которые отныне покоятся на дне залива, могут разве что дайверы, а теперь и вы. Приятного просмотра. Мне же остаётся попрощаться лишь до завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!